Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЕТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, как обычно, замечательные гости. Писатель, публицист, журналист, сценарист, поэт Марк Котлярский и виртуально с нами тоже писатель, публицист Давид Шехтер. Рад вас приветствовать, друзья! Добрый день! Добрый день! Тема для столь уважаемых гостей во многом понятна. Главное событие израильской действительности – визит нашего премьер-министра Соединенные Штаты, встреча его с президентом Байденом, переговоры в течение аж пятидесяти минут, хотя было запланировано на двадцать пять. Но я хочу начать наш разговор немножко с другого. Хотя, в принципе, да, об этой встрече, но тем не менее. В издании ARDS Элисон Каплан Соммер написала статью под названием «Нет, Байден не заснул, слушая премьер-министра Израиля. Да, вы купились на фальшивые новости». Вот такой вот замечательный заголовок. Ну, в основном она рассказывает там о распространяемом сторонникам Трампа и Натаньягу фейковое видео, где якобы Байден спит. Но я немножко о другом. Она пишет так. Одна из ее цитат. «Несмотря на задержку и необходимость отвлечься на события в Афганистане, первая встреча между, например, министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом США Джо Байденом, по общему мнению прошла успешно». Конец цитаты. У меня к вам вопрос. Давид, я с тебя начну. Входит ли вот лично твое мнение в это общее? Соответствует ли оно общему? Или все-таки есть разница? Ты знаешь, я думаю, что это был исторический визит. И он войдет в историю, но не тем, что там были достигнуты какие-то исторические договоренности или прорыв в каких-то вещах, которые нужны Израилю или Соединенным Штатам. Это просто войдет в историю как событие, которое до этого никогда не было, а может быть, никогда и не будет, поскольку президент Соединенных Штатов уснул прямо на камеры. Я был четыре часа в этой ситуации. Я сопровождал трех израильских премьер-министров во время их визита в Вашингтон. Я был в этом кабинете четыре раза. Я сопровождал Рабина, Переса и два раза Биби. Поэтому я точно знаю, что там происходит. Переговоры ведутся не в этом кабинете, так называемый овальный кабинет. Если смотреть на президента, то с левой стороны под него есть небольшая дверь. Она ведет такую большую прямоугольную комнату, где стоит длинный один стол, за которым сидит правительство Соединенных Штатов. И вот за этим столом и ведутся, собственно, переговоры. Пока они ведутся, журналисты находятся снаружи на этих вот самых лужайках Белого дома или там есть небольшой такой пресс-центр, очень скромный. И когда президент и премьер готовы, они переходят в этот вариантовальный кабинет, садятся в один-два кресла, и начинается фотоопт, то есть фотооппорт юнити, возможность для фотографии. Приглашаются журналисты, заходит обычный человек 20-25. Там примерно столько же и камер, поскольку туда приглашают в основном те, кто с камерами. И сперва говорит премьер Израиля, минуту-полторы, потом президент, минуту-полторы, потом они жмут друг другу руки, потом есть вопрос на иврите, есть вопрос на английском и все. Это все заканчивается, люди уходят. Но когда приходят журналисты, комната там совсем небольшая, набивается она почти полностью людьми. Стоят они в полукруге напротив кемьера и президента. Поэтому, чтобы уснуть в этой ситуации, нужно уж очень быть слабеньким. А Байден явно спал, мы все это видели, это вовсе не так. Ну, девушка старая, поэтому как бы вот... Я не думаю, что он хотел как-то унизить Беннета, наоборот. То, что я понимаю, левая администрация Соединенных Штатов, она очень приветствует левое природство, которое сейчас позволяет Беннета, поэтому не было нумеряем его как-то унизить или оскорбить. Поэтому его, собственно, позвали пить кофе, что тоже совершенно беспрецедентно. Но вот там вот дедушка старый, что можно делать? Ну, не такой, что он и старый, давайте мы не будем. По нынешним временам это нормальный возраст для политика. Вполне, вполне. Ну, слабенький. Что касается 50 минут, я долго смеялся, когда это слышал. Я думаю, что так же смеялись и мои бывшие коллеги, которые сопровождают премьера. Обычно эти люди не меняются. Я там давно уже не в этом пуле, но я вижу там одни и те же люди. Так вот, вот такие вот чудо-фокусы. А вот запланировано было, скажем, 25 минут, а на самом деле встреча шла 50 минут. Ими пользовался Шай Безак первые полгода первой конвенции Биби. Потом даже он всем этим пользовался. Вот этот дешевый фокус, видите, какое большое значение придает премьеру президента. Он свое золотое время в два раза увеличил. Все это глупости, все это дурки. Время было заранее запланировано 50 минут. Просто пресс-служба Бенета делает вид, что он очень важен. Хотя, ну кто планирует встречу между премьером и президентом на 25 минут? Такого не бывает. Бывает минимум 50 минут. Я думаю, что у Биби было два часа. Они еще писали, Давид, извини, я перебью, они еще писали о том, что в овальный комбинент постоянно заходили помощники Байдена и что-то ему шептали на ухо, чтобы он заканчивал встречу. Потому что ждут другие важные дела. Но это как бы известный прием. Пиар. Чистой воды. У меня... Ну, я не знаю, то, что я видел, я видел, как Бенет был просто... Бенет увидел, что Байден уснул. Он просто растерян. Он не знал, что ему делать. Он возвышен голос, отвечает, что он не мог. А девушка спала, пока в конце концов он не проснулся. А Бенет явно тянул время. Он говорит такие стандартные фразы. Таким размером голосом. Если ты смотришь видео, то там видно, что Бенет был растерян, мягко говоря. Да, вот я об этом и бегу. Он такого не ожидал. Не ожидал. Ну, тяня не было. Что касается, результатов визита был успешным. Ну, знаете, если предположить, что в эти 50 минут что-то было такое договорено, что мы не знаем очень секретное, и мы об этом узнаем потом. Если это предположить, то все остальное было просто рабочим. Давид, давай мы еще о секретных переговорах поговорим чуть позже. Сейчас я хочу попытать немножко Марка. Марик, я хочу тебе предложить еще одну цитату от госпожи Элисон Каплан Соммер. Она написала следующее. На самом деле Байден бодрствовал в достаточной степени, чтобы на отметке 13.15 сделать острое замечание сразу после того момента, в который он якобы уснул. Он сказал Беннету, чтобы тот воздал должное бывшему президенту Бараку Обаме за то, что тот способствовал развитию хороших отношений между двумя странами. Конец цитаты. На мой взгляд, эта цитата характеризует как раз тот факт, что Байден скорее всего спал. Ну, вообще, честно говоря, сам этот разбор, который устроила Элисон Каплан Соммер, он сам смешон по себе. Что она нам хочет доказать? Абсолютно согласен. Поминутно. Нет, давайте посмотрим на десятую минуту. Нет, давайте посмотрим на двумя. Я действительно тоже, как Давид, я смотрел внимательно несколько раз эту запись. Там четко видно, что он дремлет. И я согласен с Давидом, кстати, что, ну, как бы ничего смешного тут нет. Ну, это следует только просто, скажем, пожалеть старого человека. Посочувствовать. Посочувствовать старому человеку, которого загнали по вполне определенным причинам на эту должность. Поставили его как марионетку. И человек, естественно, как бы он старый уже, он уже устает. И ничего смешного в том, что он там посреди этой пресс-конференции заснул. Но нам сразу же начинает министерство правды доказывать, что нет. Ничего такого не было. Более того, я скажу еще одну вещь. Значит, по-моему, в Твиттере, значит, есть такая, на мой взгляд, совершенно блистательная депутат от Ликуда, Дистель Абгарян. Она выставила твит, где написала, что вот, как бы обращаясь к такого журналистам, как это Капл Зоморского. Ребята, что же вы нам, как бы, типа, втюхиваете, да? Вот и выложил этот ролик. На что, как бы, Твиттер сразу же почти поставил на ее твит, что это фейк. Что это манипуляция. Так, ребята, у вас есть конкретные доказательства. Это что, свобода слова? Это что за странная манера? Сразу ставите пометку. Но дело даже не в этом. В чем я согласен с Давидом Шехтером, а вот тут тот случай, когда я с ним во многом согласен, что этот визит войдет в историю, безусловно. Но, на мой взгляд, как самый бессмысленный. Потому что, кстати, за день или два дня до визита есть такой веб-сайт очень интересный, называется ДЭПКО. Это сайт... Израильский сайт. Израильский сайт, который специализируется в основном на разведывательной и оборонной информации. Когда-то он был супер интересным, сейчас не такой интересный. Но, тем не менее. И там появилась большая статья, редакционная, по поводу того, что, а зачем вообще Беннету ехать в Америку? И очень четко говорилось, доказывалось почему-то, ребята, вы вообще читали то интервью, которое дал Беннет в New York Times? Ничего нового, с чем он едет и зачем ему ехать, там нет. Это бессмысленный визит. Он ничего не даст. Он ничего с собой не принесет. Он не принесет Израилю никакие дивиденды. И все, что говорил Беннет в интервью New York Times, это повторение задов Нитани Ягов. Причем еще в худшем варианте того, что говорил Нитани Ягов. Особенно говоря, так оно и получилось. Кстати, отметили, что у Беннет английский хуже, чем Нитани Ягов. Я не знаю, что там отмечали, не знаю. Насколько я знаю, Беннет сам из англоязычной семьи, поэтому я не думаю, что у него английский хуже. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сам визит бессмысленный. И тот факт, что, во-первых, Беннету отложили встречу под предлогом того, что произошла трагедия в Афганистане. Давайте мы это отложим. И буквально, так сказать, дали ему эти 50 минут. Ну ладно уж, обещали, давай поговорим. Опять-таки, мы не знаем, о чем они там говорили. Потому что все эти переговоры идут за закрытыми дверями. Мы не знаем реально, к чему они пришли. Мы не знаем реально, чего они достигли. Мы не знаем реально, чем вообще этот визит будет. Он хорош для Израиля, он плох для Израиля, он хорош для Байдена, он плох для Байдена. Он хорош для американцев, он плох для американцев. Это совершенно бессмысленная поездка. Все эти пресс-релизы, которых нам потом пытались стюкивать, это общие слова, которые ничего не дают. Которые нужны просто для галочки. Что вот провели, обсудили, поставили, постановили, решили, что решили, что постановили, чего обсудили. Зачем был огород городить? Где истина, нам никто не скажет. Нам просто предложили некую красивую обертку. Еще и сказали, ребята, вот мы хотим вам сказать, что там он не спал. Нет, он бортствовал. Более того, он слушал. Это он просто притомился, он закрыл глаза, прислушиваясь к тому. И он на 13-й минуте он воспрял духом и сказал, делал замечание, что ты должен... То есть это уже просто какой-то абсурд. Марик, давай здесь мы поставим точку. Потому что я хотел продолжить, развить, скажем так, твою мысль в какой-то степени. Но немножко о другом спрошу Давида. Давид, Байден на встрече, по крайней мере, нам об этом доложили. Он повторил обещание, которое дал в начале лета, это было, по-моему, в июне, президенту Рубину Ривлину, который тоже был гостем Белого дома. Байден тогда сказал, пока я нахожусь в Белом доме, урана не будет ядерного оружия. Беннету он сказал примерно то же самое. Но здесь возникает один вопрос. Есть принципиальная разница между визитом бывшего нашего экс-президента Руби Ривлина и нынешнего визита Беннета. Сегодня есть фактор Афганистана. Сегодня есть фактор, который позволяет сомневаться в надежности такого партнера, как Соединенные Штаты. Насколько эти опасения оправданы, на твой взгляд? Ну, я не думаю, что в стратегическом смысле эти опасения оправданы. Нельзя сменить Израиль с Афганистаном. То, что сделали американцы по отношению к Афганистану, это их стандартное отношение к марионеточным режимам, которые полностью зависят от них. Поэтому, когда они уходили, то есть Сюзерен уходил, то вассалы разваливались. Мы это видели в нескольких местах в мире. Израиль не вассал Америки. Мы, конечно, во многом зависим от Америки, от их голосования в Совете Безопасности, от военных поставок. Но мы воюем за себя сами. И неоднократно доказывают, что мы можем это сделать и без американцев. Поэтому с нами так себя вести не получится. Но другое дело, мы зависим от Америки в самом главном, в атаке на Иран. Потому что даже если американцы сами это делать не захотят, то мы не сможем туда добраться без их разрешения. Пролет самолета над Ираком, небо которого контролируют все еще американцы, невозможно без американского разрешения. И если оно не будет получено, то и полета не будет. То, что израильская армия готова, авиация готова нанести такие удары не только из территории Израиля, но и из других стран, это известно. Но без американцев нанести такие удары не получится в любом случае. И вот тут все зависит от Байдена. Байден, что он имел в виду, что в мою каденцию не будет обороны бомбы, или он имел в виду санкции, или какие-то другие вещи, или он имел в виду разрешения, пока неизвестно. И вообще, скажу честно, то, как он уснул в ходе беседы, такое очень важное, ставит под вопрос вообще возможности его. Сколько времени он будет там, в этом белом доме, и он ли решает, он ли принимает все эти решения. Может быть, он спит и на других ожиданиях, не только на этом. То есть, все это начинает приобретать очень такие формы, что мы даже не знаем, к чему приведутся те или иные слова. Обычно, когда американский президент говорит, он знает, что он говорит, за ним стоит мощь великой державы, поэтому к каждому слову относятся очень строго и очень внимательно. А может быть, он сказал этот, опять же, спросоний. Я не хочу ни в чем обвинять Байдена, он действительно друг Израиля. Действительно, без всякого сомнения. Но он, похоже, находится в таком состоянии, в котором он до своих слов уже не очень-то и отвечает. К сожалению. К сожалению. Спасибо. Спасибо, Давид. Марик, я опять же, то, о чем и ты говорил уже отчасти, ряд израильских публицистов, журналистов пишут, что Беннету не стоило встречаться с Байденом не потому, что встреча сама по себе пустая, а потому, что она стала фактом публичной солидаризации с державой, потерпевшей очень болезненное поражение в Афганистане и демонстрацией особой зависимости Израиля от США. Насколько ты готов согласиться именно с такой формулировкой неудачности этого визита? Ну, я не знаю. Может быть, такого и не было. Может быть, как бы Беннет и не хотел демонстрировать зависимость вот такого рода США, но это получилось. Называется, что получилось, то получилось. Учитывая тот факт, кстати, и очень по этому поводу так хитро выразился Лапид, который сказал, что Америка правильно сделала, что она вышла из Америки. Из Афганистана. Из Афганистана, прошу прощения. Америка правильно сделала, что вышла из Афганистана. Ну, очень как-то уж не так вышло. Некрасиво. Некрасиво. Некрасиво вышло, да? То есть, более того, сегодня было, когда мы записываем эту программу с тобой, стало известно о письме, которое подписали более 90 отставных адмиралов и генералов американских на имя, значит, министра обороны и председателя объединенных штабов, сказав, что ребята, это не просто провал, это фиаско, и вы должны подать в отставку. Потому что то, как вы вышли именно, они подчеркивают не то, что Америка не должна была выходить, но сам факт того, как они выходили, это позор, и это последствия, которые скажутся на долгие-долгие годы, и это ущерб американской репутации. Это так. Спасибо. Спасибо, Маркс. Спасибо, Давид, за очень подробный комментарий. Ну, все-таки мы повторим, что президент Байден не спал. Он немножко просто задумался, скорее всего, очень крепко задумался о судьбе Израиля. Очень много вопросов. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова